Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать обратно в Рисков Рейн 2 в DLC, Seekers of the Storm, вторая серия его осмотра, сегодня мы продолжим, в общем-то, некоторые мысли касаемо этого я еще поделюсь впечатлениями, сегодня, ребят, у меня в планах поиграть снова за Искательницу, мне также написали, ребят, что у нас здесь появились альтернативные третьи скины у всех персонажей, я так понимаю, чтобы была типа мотивация сыграть за них вот по-новой, какая-то была цель там и так далее, чтобы возвращаясь в игру, ты поиграл и в том числе ими, условно говоря. А здесь у нас требуется завершить событие на главном Меридиане, играя за Инженера, ну, я так понимаю, что, наверное, это та локация, вот тот босс, которого мы должны были победить, не помню точно, как просто нам называлось место, и сейчас, ребят, для начала мы пойдем открывать альтернативный навык Искательницы, он требует, играя за Искательницу, одним использованием духовного удара взорвать три или более врагов, пока они находятся в воздухе, то есть мы должны теоретически, как задумка такая, что мы невидимой дланью поднимаем врагов, а потом автоатакой должны успеть их добить, но прикол в том, что они поднимаются очень на долгое время. Я, ребят, себе для этого включаю, чтобы не париться долгое время, артефакт управления, родства и роя. Мы сейчас быстренько это анлокнем и пойдем уже полноценно играть с ним. То есть у нас будет много врагов, у них будет мало запас хп, но при этом враги будут все одного типа, чтобы мне было комфортнее с ними. И артефактом управления я возьму себе, ребят, активкой черную дуру, посмотрим, можно ли так это себе сделать. Жуги, кстати говоря, идеальный враг, подходящий для этого. Это ачивка, ребят, как и большинство других вот таких вот анлоков, навыков, она требуется весьма специфичных действий. И, как правило, оно само по себе может от себя где-то открыться, либо еще что-то такое. Много времени? Что это такое? Это мы сейчас не будем смотреть. А, это, который безмятежность утилища, что-то у нас было в прошлый раз такое. Обычно это не проблема сделать, но обычно это... Оно либо само по себе анлокнуться может где-то у тебя рано или поздно, либо что-то еще такое. У меня на это времени просто нет, чтобы так записывать из раза в раз все из этого персонажей, чтобы однажды так это открыть. Поэтому я вот быстренько сейчас сделаю это вот таким вот наиболее стабильным из вариантов, наиболее стабильным способом, как я, по крайней мере, предполагаю. Возможно, кому-то это будет тоже полезно. Для начала мне нужна активка. Теперь, соответственно, ребят, что мы делаем? Там не сказано было, что надо поднять именно дланию воздух, но убить надо автоатакой. Соответственно, я запускаю вот так черную дыру, они находятся в воздухе, и... Успешный, ребят, анлок. Вот так вот, в общем-то, да, это можно и само по себе так сделать. Но ты задолбаешься это делать, потому что подбрасывание при помощи ПКМ, оно очень невысокое. Тебе надо набрать там скорость атаки, идеально, чтобы враги попались так. Потому что я, видите, даже один выстрел не успею по ним сделать. То есть это очень специфичное условие. Так что тут, ребят, как-то так. Кстати, сейчас, ребят, мы посмотрим, что это за альтернативный навык, и сегодня с ним как раз-таки и поиграем. Постараем зайти подальше, посмотреть на побольше всего и так далее. Вихрь душ создает кружащиеся сферы, которые носят 100% урона в секунду и дают искательность временной барьеры при попадании по врагам. То есть такой тоже вариант милишного навыка. Он не дает оглушение, он не дает лечение, но он дает себе барьер за то. То есть сверх ХП, во-первых, да, и даже когда тебе ХП не хватает, он тоже дает тебе защиту такую некую. Но нет стана. Очень важно. Искательность, как я в прошлый раз понял, это все-таки такой во многом милишный персонаж, контактник. То, что у нее много есть эффектов контроля, оглушение здесь, оглушение тут. Тут у нас там типа лечение, все такое. И издалека она плохо себя чувствует. Духовный удар от автоатака наша, собственно. Вихрь душ по 100% урона в секунду. Наверное, толпы будет неплохо. Как он будет выглядеть, не знаю. Это ПКМ. Будет интересно посмотреть, какие сферы окружающиеся. Порывом будем оглушать врагов. И Эрку не забываем себе использовать для того, чтобы настакивать соответственные эффекты. Так что, ребят, как-то так. Лайкосик под видосик, авансикам. Безумнейше приветствуется, ребят. Мне будет очень приятно. Отдельное спасибо всем подписчикам на Boosty, которые меня там поддерживают. Огромнейшая, ребят, благодарность. Для меня это очень ценово и очень-очень ощутимо. Очень сильно мне это помогает. А мы, ребят, потихонечку начинаем. Некоторые мысли касаемо DLC я сейчас еще тоже свои поделюсь. Касаемо того, что я услышал. В общем-то, да. Я наиграл в него, ребят, очень мало. Поэтому банков особо я немного так встретил. Меня смутило в прошлый раз сразу же то, что у нас подсветка этих самых. Не отображалась нормальная индикация предметов в магазине там типа. Из меня деньги высасывает. Ого. Вот что этот портал делает. Я не знаю, для чего он нужен, если честно, сам по себе. А вот наша сфера, кстати. А, у нас их несколько зарядов, что ли? Погодите-ка. Не обратил внимания. Так, давайте включаем себе вот эту штуковину. Наверное, ему надо дать сколько-то золота, чтобы он сработал. Я предполагаю. О, нихрена там до жопищи надо золото ему. Да ну нахрен. У меня есть предположение, что этот алтарь, скорее всего... А, или он сверху тоже заполняется, может. Нет, 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 он снизу заполняется. Ему так много золота надо. У меня предположение, что этот алтарь, возможно, откроет нам дорогу на ту локацию. Гарантированно. Потому что до этого он появлялся у нас из-за Титана. Ёлы-палы, это не исправили. Я не знаю, там патч какой-то выходил или нет. Не помню уж точно. Но я слышал уже, что да, багов очень-очень много в DLC. Региональную цену, ребят, изменили, понизили ее в три раза. Именно региональную, собственно. Не оригинальную стоимость, а вот регионалку. Поэтому сейчас этот DLC можно купить в три раза дешевле. Соответственно, кто купил ее уже до этого подарка. Он, например, кинтиль что-то еще такое. Ключиком, как и я в том числе. В пролете на этот счет. Но вот, к сожалению, вот как-то так. Тем не менее, осталось очень много других проблем в виде того, что очень-очень много багов и было сломано то, что работало и до этого нормально. Что меня, честно говоря, очень удивило, потому что я думал, что DLC будет содержать просто новый контент, а не затрагивание того, что уже было. Почему разработчики прям поломали то, что работало и так в игре изначально? Куда они там сунулись? Я не знаю, честно говоря. Но одно из самого безумного, что я слышал, это то, что мало того, что там неуязвимый босс финальный становится, да, Митрикс. У некоторых там споровалы сквозь текстуры, хотя они в прошлой роли тоже были, но они были редко при активных условиях. Замерцы их можно было, например, спровоцировать. Помню точно. Есть дюпы предметов какие-то. Я не знаю, ребят, не вникал, но делать не планирую это. И самое, от чего просто я залился, честно говоря, с тричным смехом, это как бы дико смешно, но настолько это безумно, но при этом это как-то грустно раззвучит, это то, что теперь... Это, скорее всего, баг, я так понимаю, надеюсь, пока мне очень... Игра скейлится от FPS. Если у тебя 120 FPS, атака лазером у каких-нибудь големов, например, тебя бьет гораздо сильнее. Я так понимаю, что она каждый кадр начинает тебя бить, или что-то такое, ну или как минимум, чаще. То есть, если у тебя маленький FPS, то тебя атака бьет гораздо слабее. Если высокий, тебя просто эта атака аннигилирует. Также у нас поизменили, в принципе, сложности игры, вроде как писали многие. На счет этого без понятия, но... Мне, например, сложности рора оригинального не хватало, но мне не хватало больше того, что геймплей, в принципе, очень быстро в кашу превращается, и у тебя как бы все забеги складывают, как бы скатываются в одно и то же примерно. Достаточно быстро в этом плане ломаются. Так, у меня, да, у меня три ПКМа, между прочим, со старта. Давайте себе очко возьмем. Будет, в принципе, неплохо. Там бензинчик продавался, в принтере был, я бы очень от него не отказался, но если его брать, то не вместо явно очка. Ну, хотя очко тоже, как бы... Оно шикарное, но бензин вначале трудно переоценить, на самом деле. Особенно первый стак, который еще и сам по себе дамажит и огонь вешает. Это прям очень эффективно. Соответственно, ребят, мы должны держаться сблизи где-то. Шифтом пользоваться для того, чтобы поглушать врага. Не забывайте себе медитировать эркой. Само собой, то, что я уже не особо много использую, это отлично. Правда, мне бант особо нечем активировать, только лишь шифтом и эркой получается, да? Но это пока что. Потом, может быть, что-то себе еще набаваем. Так, давайте, допустим, здесь возьмем, наверное, липкую бомбу, пускай будет. С нашим ПКМ она будет работать хорошо, ПКМ дает очень много ударов. Но именно, что с ним надо рядом с врагом держаться. Лутаемся к максимуму. Мощный плавник, при попадании по врагам подбрасывает их в воздух. Забавная штука, не знаю, сколько эффективно работает вообще. О, кстати говоря, гора. Гора, это нам пригодится. Гору-то мы используем. Вот так. Второй стак, почему только второй? Я думал, что уже третий должен быть. Коряво прожал, что ли, в прошлый раз, не знаю. Так, ну ладненько. Дошли до босса. У меня 60 фпзалочно, поэтому я не так сильно страдал от таких лазеров. Но тем не менее, у кого 120, то мои соболезнования. Это очень, конечно, странная офиговина. Ай, жесть. Перс, это немножечко странно так плющит, да, еще. Почему у нас... Еще писали также, что что-то с тенями проблема какая-то. У меня в прошлый раз показалось, что картинка как-то странно выглядит в некоторых моментах. Но я не уверен, это четко. Я в таких аспектах, как, например, не знаю, в запоминании, где какая музыка играет, я, мягко говоря, не очень хорош. Да, этого перса постоянно вот так вот включить, например. Также видел, что некоторые жаловались на отключение ваншот механики. Я, честно говоря, что-то туда не знаю. Нам писали, что мы лэкшотаем постоянно. И что именно механик выключили. Хотя я смотрю, у нас вот слева снизу, например, значок ваншот мех... Ну, рабочий ваншот механики, он остается. По хп-бару своему сужу. Значит, этого я без понятия. Но я про такие комментарии просто я читал неоднократно. Если это убрали, то это очень, конечно, странно. Ну и в целом, игру, соответственно, сделали у нас, получается, что сложнее, я так понял. Но самое безумное, по-моему, это от фпса. Там еще мне вообще... Я слышу, что очень много багов, в принципе, каких-то. Из-за этого у нас, собственно, рейтинг игры недавних отзывов. У самой оригинальной игры сейчас там 60... А, нет. 42% рейтингу игры по отзывам. А у DLC вообще 21. Там его обвалили гораздо еще сильнее с прошлого раза. Так что, как-то так. Я пока судить в этом плане не тороплюсь, потому что я просто мало наиграл. Там полтора часа, или около того, я не так много всяких косяков увидел. Хотя в магазине меня сразу смутило отсутствие обводки, потому что предметы просто нормально не опознать было в прошлый раз. Ну, я так понимаю, что еще много всего встретится. Для справедливости ради надо сказать, что писали некоторые такие, что наиграли 4-5 часов, например, и багов особо не встретили никаких. За исключением, например, той же обводки, да. Но тут оно по-разному может произойти, да. Не у всех может ситуация возникнуть, но при этом вот особенно многие ругались на то, что просто огромное количество багов было сломано то, что работало раньше. Также я включил себе опцию, мне написали на ней в комментариях, что прикольная весьма вся опция. Это то, что теперь во время бега вот так можно с себя... А, стоп. Не включил, что ли? Включить осмотр. При открытии рюкзака показывает окно осмотра, где можно более подробно изучить предметы. Позволяет открывать рюкзак нажатием кнопки вместо удержания. Это нам не надо. Более подробно изучить предметы. А, это вот этот тип... Подожди. Что-то я не понимаю, где более подробно изучить предметы. Я думал, что более подробно изучить предметы это вот... А нет, здесь ничего более подробного. Более подробно это тебе надо идти вот сюда. Как оно стакается там, какой полноценный эффект имеет и так далее. Писали мне касаемо этого фонаря, что он у всех забагался, так и отображается, как будто не подобранный. В общем-то да. Так что как так, не знаю, я не особо понял с этой опцией. Есть также кнопочка, там что-то было. Ааа, дрон остался, ну ладно. Серьез, сферы наши летают прям очень долго. Я не знаю, сколько времени они действуют. Может они по нанесению урона врагам как-то заканчиваться начинают потом, если много набить. Можно было пытаться алтарь тот зритель, кстати говоря, но если он кидает меня в ту локацию, то мне туда явно сейчас эти не стоят точно. Ну, типа, ранний этап, я явно не хочу этого. Касаемо пьедесталов, которые были на той локации, я написал, что они, оказывается, давали мне барьер. Так что вот такой вот у них был эффект. В принципе, больше ПКМов, наверное, мне тоже будет полезно. У нас будет больше набираться барьера, но просто от ПКМов не так много импакта, когда у тебя он изначально один, и ты добавляешь себе вторую сразу в два раза больше. У них при этом, кстати, кулдаун у моих ПКМов не очень-то маленький, но действуют они прям очень долго при этом. Не знаю, пока трудно сказать, насколько это эффективная штуковина, но в милишке выглядит прям... теоретически как бы настакивается и напихивает тебе барьера. Наверное, должно быть сильно. По крайней мере, если грамотный используется этот навык, да? Собственно, постараемся открыть какого-то из новых персонажей еще в идеале было бы, если получится. Может быть, сделать год ран, если выйдет, опять же. Тут, учитывая, что сложность игры подросла, я пока буду не привыкший к новому темпу, возможно, к новым каким-то особенностям. Могу косячить больше. Потенциально. Слышал уже, что мне писали, по крайней мере, в комментариях, что Тиджо решил сделать видос, в котором набрать... Как его? Сделать нарезку из всех багов, потому что их было очень много. Настолько, настолько много. Мне прямо же интересно посмотреть, на самом деле, что там... Ну, до какой степени. Всякие вещи игроки понаходили буквально за несколько дней, например. Ну, я сам... Как бы неделя прошла, я поиграл полтора часа только лишь. Не очень много, мягко говоря. Давайте, наверное, я аптечку себе возьму, я думаю. Там здесь написано, что-то можно... Да, посмотри. А-а-а! А-а, можно так сделать, да? А-а-а! Вот оно что! Я должен кликнуть на предмет, а не навести курсором. Вот оно как работает. Теперь понятно. Так, аптечку я возьму себе, наверное, потому что все-таки это полезное лечение весьма. Стелл скид еще один мне не нужен, точно. Тем более, что рандомно скидывать сюрикены сейчас улетят у нас, или же бант, например, может. Ну, там больше у нас нет ничего зеленого. Так, о, копыта, кстати говоря. Копыта пригодится. В прошлый раз у меня сильно не хватало маневренности, например. А так у меня DLC. Я ожидал, что это будет просто такой небольшой дополнительный контент. Но из разряда, знаете, как клетки бесконечно дуют просто таким контентом, который не в глубину, а плоско добавляет контента, вернуться на разочек, поиграть, и все, типа. Примерно такое у меня впечатление. И такое, знаете, оно плохо, когда этого слишком много, потому что оно с каждым разом становится... начинает ощущаться все менее-менее интересным, все более вторичным. Вот такая тема. Но тут не буду вручаться. Будем посмотреть, что и как. В любом случае, я рискуфрейм, как сам по себе эту игрушечку, я очень люблю. Написали некоторые, что предметы, ряд предметов есть, например, которые совершенно бесполезные. Такое я вполне себе допускаю. Но это, знаете, напоминает мне ситуацию, например, когда я играл с модами в скала, и мне писали, например, что какой-то предмет либо слишком имбовый из модов, да, либо какой-то слишком бесполезный, наоборот. И как бы я понимаю, о чем речь и согласен на этот счет, но при этом есть такая же идентичная проблема в оригинальной игре тоже. Тоже есть предметы, которые просто автопик везде и всегда, и есть предметы, которые ты не берешь нигде никогда. То есть как бы такая же проблема сохраняется и в оригинальной игре. И у Roro то же самое. У него есть как вот в DLC, так понимаю, мусорные предметы и сломанные абсолютно так, и в оригинальной игре тоже самое, как бы в базовой. Тоже есть предметы, которые, мягко говоря, крайне спорные. Нихрена себе, мы вторую шишку уже получили. Это как бы не оправдывает DLC, но как в DLC-шне какие-то предметы и так далее моменты, да? Это скорее комплексно, как бы такая проблема, которая вот желательно, чтобы она была как-то решена. Но тут мне трудно такое представить, конечно. И не должно быть в игре слишком, наверное, безумное обилие предметов, иначе будет тоже... Типа ты берешь предмет, не знаю, твои действия от этого меняются очень редко. Например, они меняются, если ты берешь себе какой-нибудь там бант, например, или сюрикены. Бывает, да? Но многие предметы, в принципе, как бы берешь, они тебе дают какой-то импакт свой. Ты постепенно балансируешь между маневром, выживаемостью, хилкой, то есть, да, и дамагом. Стараешься всегда примерно. Чтобы у тебя все из-за того было, и тебе, в принципе, вот то, что я говорю, знаете, что у тебя в каждый забег, он, ну, трудно продержаться пять этажей, там, восемь этажей, и не собрать себе мега-имбищу, в которой будет все сбалансировано, и все в итоге соберется. Мне так надо будет всегда идентичное, как по это, да, например. Но ты легко имбищу так или иначе соберешь. Так, у нас, как его, на кнопке мы нажимать на персонажа особо не можем. Черная дара, это шикарная активка, которая мне тоже очень пригодится, она отключать мне будет врагов частично. Давайте рандомный предмет, не буду я пал брать. Грибы вторые. Отстой. Грибы я вряд ли буду использовать, мне кажется. Активку мы вроде бы не ищем, потому что, ну, черная дара, опять же, хороша, хотя я не знаю, какая активка у меня была бы сейчас интереснее просто. Черная дара, стянуть врагов, и мы как раз-таки в милишке их будем гасить, будь здоров. Очень эффективно. Так, алтарь мне не нужен, нам уже нечего особо. Как бы и покупать толком нечего. Я много времени таймера трачу, но мне как бы, как я и говорил еще изначально, на самом деле, что на него почти всегда пофигу в игре. Так, плюс-минус. Предметы перевешиваю. Тебе надо, чтобы ты минимум золота оставил на конец, но при этом максимум предметы залутал. Если ты залутаешь хоть все, и не потратил особо лишнего времени, то ты как бы будешь имбовать. Ладно, погнали на выход. Мне кажется, там что-то еще должно было остаться, какой-то сундук. Но пойдем так. Горшки мы толкать я не собираюсь. Очень такой процесс. У нас предметы какого-то, какого-то навыка, который позволяет поставить что-то, чтобы нажать одну кнопку, у нас тоже не имеется. Так, акра, акра это у нас старая локация. Я бы на самом деле пошел бы лучше по новым локациям, но для этого, наверное, надо было на базар идти. Я как только сейчас об этом вспомнил. Таймер у нас, по крайней мере, получше, чем был у меня в предыдущем, по-моему, раз. Кстати говоря, сферки эти продолжают летать тогда, когда мы летаем, между прочим. Давайте примет. Так, прион. Прион я точно не хочу. Небольшой фанат активки в целом. Она вроде неплохо может зачистить телепорт, но кулдаун такой безумный, что-то. Я предпочитаю активку какой-то утилити типа, а не... Ну, если на дамаг, то не такого плана. Это новая элитка. Что она делает, не всем понятно. У нее типа значок золота такой. Пока не знаю. У нее много статов, да, я чувствую. Это жук обычный, а он прям... Прям толстый. Может он зол... Не, ну золото вряд ли он вытягивает. Так, снук 129 стоит. Есть ли где-нибудь рядышком алтари крови, например? Ух ты, блин, мне бы вот... А, есть вот семечка, кстати. Мне бы принтер... А, вторсырье, точнее, переработчик. Кстати, да. Блин, это навык, я не могу. Он мне так выше, но его надо регулярно так использовать. Я про него просто постоянно забываю. Может, увлечен другими моментами какими-то. Стоим рядышком. У нас время от времени враги подбрасываются. Да, не скажу, что мне это сейчас очень удобно. Не всегда, мягко говоря. Взрываемся. Теперь прокликали. Отлично. Грибочки, которые мы нашли, они мне сейчас не нужны, например, да, но в перспективе они всего превратятся в полезные предметы так или иначе. То есть тебе дальше-то какой-то мусор подобрал, потратил на это время, ты все равно обернешь это в МВУ предмет для себя. Потому что есть переработчики, есть спринтеры, все такое. Есть вводит предмет. Если мы найдем вводит грибы, то это будет абсолютно мега топчик. Очень сильный предмет. Он будет работать гораздо лучше, и тогда я грибочки уже скидывать не буду, очевидно. Так, здесь бы я на самом деле взял себе, наверное, пули. Я бы не отказался бы от баночки тоже, но пули мне сейчас для урона по боссу как будто бы хочется взять, не знаю. Может, круто на этом персонаже смотрелся бы, как его, движок, который добавляет тебе шифты. Вот так. Ухтика-тика-тика-тика-тика-тика. Давай без, 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 без таких вещей, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ладно, хрен с тобой. Потому что доп. шифты несколько раз подряд, например, включать себе вот этот вот, этот взрыв с оглушением даст тебе очень много эффекта контроля. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не знаю, стали ли сильнее пулеметчики, например, от того, что фпс. Но у меня фпс залочен на 60, поэтому у меня такой проблем быть не должно. Писали в первую очередь именно про... про лучи лазерные всякие. От энергетики я бы не отказался. Это очень хороший предмет, но, к сожалению, у меня сейчас нечего смагривать в его пользу. Ай. Ладно. Да, и у меня вот этот ПКМ, как бы он в дамаге, наверное, перспективнее в разгоне, но требует, соответственно, держаться рядышком. Ну и дает огромную выживаемость. Может быть, знаете, какая активка мне подошла бы очень хорошо. Помимо... А, ну хотя, блин, я от черной дыры отказа тоже не хочу. Мне могла бы потенциально подойти, интересно очень, так, зайти в слоник внезапно. Активы, которые я раньше очень так, ну, не особо жаловал, но потом постепенно распробовал и очень начал ценить, на самом деле, потому что выживаемость дает реально огромную. Очень, бывает, помогает в этом плане. Отлично. О, есть переработчик, кстати. На переработчик я потрачу время. На грибочки... Не, наверное, на вот это вот, на Долотоски. Два энергетика взять, грибы, я подумаю, может быть, оставить стоит, потому что вдруг мы вместо них найдем что-то реально полезное. Я бы, наверное, скинул вот эту штучку, то что плавник подбрасывает строгов в воздух, как будто мне не очень интересно сейчас. Ух, тихо, 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 тихо. Так, включали. Вот с этим опасно. Хорошо, подожди, бандом. Так, главное, под его тычку не попадать, потому что она ударит меня сильно. Потом еще взорвется дополнительно. Хотя у меня столько барьера, что, блядь ли, меня он снесет, даже если попадет вообще-то. Я тут набрал его целые тонны. Так, что еще мы хотим скинуть? У меня после активки повышают скорость атаки. Я не хочу себе, наверное, энергощит. Не хочу. Я бы ключи, может быть, скинул. Ой. Типа. А, ну и стелл скид можно тоже. Если мы сделаем, например, какой-то найдем хорош, что будет полезно, в принципе. А активку свою за скорость атаки я, наверное, оставлю. Пускай побудет пока что. Зря это я заюзал. И после того, как мы сейчас энергетики возьмем, чтобы сюда не возвращаться, мы как раз-таки пойдем сразу на босс уже, потому что... Вот семечка, они у нас мозг, мы оба размазались. А ну да, золото нам там, типа, да? Но при этом уже много времени я на этом тоже потратил. Слишком много, я бы сказал. Ну да ладно. Может быть, стоит сейчас побыстрее действовать, потому что, опять же, я привык к тому, что на таймер-то, в принципе, может так плюс-минус забить болт в итоге. А сейчас, может, это из-за повышенной сложности как-то измениться. Не знаю тут. Эти могут у нас, блин, а если, кстати говоря, они же долетать-то будут долго. А у меня, судя по всему, телепорт находится, наверное, там, да? Патронтаж, насколько мне сильно нужен, не уверен. Хотя, в принципе, он, наверное, с шифтом хорош. Ты куда? А ладно. Вроде умер. Соответственно, у нас еще сломали шрифт. Там, например, у нас хп-бар очень странно отображает. Ну, как вы учите, число на хп-баре. Тоже надеюсь, что шрифт сделают поприятнее как-то, потому что там как-то... Он явно был какой-то другой. Я не помню точно, я чувствую, что как-то он... Что-то он не так выглядит. Но в любом случае, я не думаю, что... Типа, ну, тут очень-очень-очень много проблем, скажем так, вот, ДЛС появилось. И даже если все поправят, рейтинг ДЛС будет очень трудно выправить разработчикам, да, хотя бы 70%, чтобы он был хотя бы не смешанный. Потому что даже смешанное, это уже прям... Значит, есть серьезная проблема. Обычно ниже 70% очень редко опускается. А тут прям даже не 70%, а 21%. Нахрен. Очень серьезно так. Да, у нас босс... Какие-то телепорты в зоне. В принципе, можно на самом деле... Активировать телепорт и выйти из зоны. Тут у нас как бы рак находится. Я могу его вынести, но можно, чтобы босса просто гасила зона. Потому что зона набьет процентно, и она постепенно разгоняется. Типа, она сама уничтожит босса. Правда, я не в зоне телепорта нахожусь, конечно. Но посмотрите, как оно лупит его. Глинномесом просто хана. Их там несколько, да, поэтому их... Все дамаги тут получают. Очень чувствуется это. Крестное, что телепорт не позаряжали пока что. Хотя, вообще-то деньги мы копим лишние весьма. А, все, они... Да, понятно, в принципе, логично, ожидаемо. Я чуть не подумал, что они ведь, когда начинают стягивать, они явно вынесут эти самые, как его. Явно вынесут полипа последнего, который здесь зону сохранял как раз. Так, и этому тоже... Хана, отлично. Желтый предметик? Нет, желтого предметика. Ладно, желтый предмет сейчас длинномеса был бы шикарен. Ну и банткияра, это тоже шикарно на самом деле. Так, здесь у нас какой-то есть новый предмет. Есть шприц. Я бы, честно говоря, шприц взял, потому что шприц мне очень даже пригодится. Мне сильно в прошлый раз не хватало скорости атаки, потому что автоатаку, это перс, она прям изначально медленная весьма. Ею тоже активно пользуешься. Опа, голова инопланетянина. Кстати говоря, красный предмет из большого сундучка. 10% шанс дропа был. И этот предмет мне весьма пригодится, потому что у нас и шифт, в принципе, мы хотим от пулдауна использовать, и ПКМ мы тоже. Соответственно. Так, где у нас что еще осталось? Там сундук раз. Наверняка что-то еще есть. Ай, тихо-тихо-тихо, не вводи зоны. Давайте шифтанем потом. Ой, как его эрку ульту свою, точнее, как активку заюзаем, потому что она успеет еще зарядиться к следующему этажу. И я не использовал стрелы алтарь тритона, который мог быть там. Ну, он там гарантированно есть. Где-то еще, по-моему, есть. А, вот здесь бывает еще рядышком. Ну, ладно. Будем надеяться, что новая локация какая-нибудь выпадет, потому что я не знаю, где у нас локации есть. В прошлый раз мы что-то новенькое встречали точно, но я не помню, на каком этапе. А, на пятом этапе мы встречали новую локацию. Когда с четвертой надо точно алтарь тритона прожать. Там локация, правда, была жесткая, и меня в итоге червь вынес просто. У него выстрел очень быстро летит, с большой областью бьет, и дамаг у него очень высокий. Еще и вешает поджигание. Прям очень неприятно врагом показалось мне. Кристалл средиточия, это очень будет хорошо работать для нас, потому что плюс 20% урона просто стабильно абсолютно. Ну, почти стабильно. Там, как бы, условия у нас есть. Не всегда прям работает, да, но на наш ПКМ отлично будет работать. А у нас все-таки львиная доля урона идет именно с него. Но сейчас, интересно, какие статуи этот персонажи еще в плане выживаемости, брони, например. И так далее. Оп, две эти санта, два полипа даже успел открыть. Золото нам перенесется на следующий этаж. Хорошо, в принципе, сейчас зачистили. Зов сирены. Окей, это интересненько. Это желательно вынести, попытаться, робота. Если получится. Так, у нас есть алтарь тритона вот там. Хорошо, сейчас бегаем за ним быстренько. Золота, собственно, 6 не хватает. Пока что там, да, две этих самок не должно было хватить, в принципе. Если что, сейчас черную дыру используем, чтобы притянуть всех врагов пониже к себе. Давайте так. Не знаю, взорвали ли сверху яичко здесь или нет. Щерб идет. А, нет, 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 нет. А, я знаю, что надо. Во. У нас же этой штучкой можно сбросить падение как раз-таки свое тоже. Использовать таким образом. Но я бы не хотел босса, наверное, призывать раньше времени слишком быстро как-то. Иначе будет страшно. С другой стороны надо не затягивать. Излишне. Там еще сверху сундук остался не открытый, к сожалению. Так, ну ладно, давайте, наверное, включаем себе так. РК. Набираем. Ставим. Ставим это сюда. Шифтуем, оглушаем. И пытаемся набрать себе барьера. Ай. Мы прям хотим, получается, с деф такой вариант сделать. У меня хп у самого по себе не очень много. Какая-нибудь, не знаю, инъекция была бы у меня очень в тему. Хотя, может, и хп и нормально, 662 деда тапа. Не помню, сколько у других персонажей там идет. Это, по-моему, я зря сделал сейчас, нет? Нет, нормально. Потому что тут были два больших виспо плюс еще металлолом этот летающий. Как бы они сейчас меня могли взорвать хорошенько так. И очень быстро РК перезаряжается с Тронташем, кстати, да. Прямо это крайне ощутимо. Ну, ты его подбираешь и все сразу. Теня 200 от огромных кулдаун ждать. Тихо-тихо-тихо. Но барьер сейчас набрать тяжело, на самом деле. Не очень вовремя я в итоге свою активку, на самом деле, прожал. Сейчас было гораздо полезнее вниз спустить вот эту толпу мобов. Зубы, кстати, зубы очень пригодятся. Жаль, что у меня нет эгиды, например, да, которая за хилку тоже мне барьер дает. Она повысила мою стабильность тоже очень сильно, выживаемость. Здесь снаряжение нужно. Он сдохнет у меня, я точно это знаю. У меня эти дроны жить не будут, я думаю. Хотя, в целом, он, конечно, мегаэффективен. Так быстро, часто активку свою запускать. Шикардос, но на черный дрон это вообще хорошо. Улечит урон при быстром убийстве нескольких врагов. А, вот что я хронический рост делал. Да, помню такой предмет. Там мне предлагался вместо шприца он взять. Я думал его взять, что типа как новый предмет, да? Не помню, что он делает. Хотя здесь можно ведь описание теперь открывать. Мы еще как поняли. Насколько сильно влияет моя медитация, я не уверен, если честно. Может, ее очень прям важно набирать как можно быстрее. Тем более, что она помимо накапливания статов, она дает себе еще и эффект. Типа там, ресслки или что-то такого. Ахилки, когда у тебя мало хп. Я не знаю, как она работает. Автоматически как фляга, типа, или... Ух, нифига себе попали. Или нет. Но если как фляга, то это очень крутой эффект. То это хотелось бы реально настакивать себе всегда. Ну, тут я не ручаюсь. Давайте, наверное... Крестным, давайте призовем босса. Все. И идем еще на... Не призываем все еще. Погоди-ка. И идем на телепорт, да. Все, это уже точно последний. Это уже точно пятый. Алтарь тритона мы прожали. Модуль насыщения с плавами. А, это основной босс у нас. Ой, как его... Дополнительный босс, точнее, основной у нас медуза. Блин, а с ней, на самом деле, тяжело сейчас держаться. Мне не хватает, знаете чего? Не хватает перышка, например. Перышка очень было бы в тему. Надо забраться на босса сейчас вот так. И здесь ныкаться чисто. Мне кажется, сейчас у меня какая-то толпа атак прилетит, и я помру. Окей. Живой. Стоять. Вылези. Запустили черную дуру куда-то там. Она буквально одну ворону в себя всосала. Не очень оптимальное использование, мягко говоря. Хилочка. Так, давайте постараемся медузу вынести сейчас. Тем самым, как его с бандом. Просто тут ныкаться. Непонятно. Ну так, ездить. Куда я хотел сныкаться, но можно и провахлить момент немножко. Сейчас бан перезарядится. И вот так. Все. Ей хана. Должно быть хана. Окей. Это было близко. Хотя, может, там можно было заныкаться за чем другим, но что-то как-то мне... Вылялось, что вдруг все-таки по мне попадет, умудрится как-то. Так, здесь у нас что? Здесь у нас семечко. Семечко, в принципе, ну, не очень эффективно, но нормально. Средненько, так я бы сказал. Будет, наверное. Сейчас врагов станет меньше и будет, наверное, еще покомфортнее. Потому что проков от убийств врагов у нас вроде бы особо не имеется никаких. Ну, там, кроме одного предмета, да, который за убийство врагов быстро дает эффект. Запускаем черную дыру. Вынести его я очень хочу. Тихо, эрка, включи. Вот так опасно было. Можно с ним, конечно, побегать какое-то время, да, полутать здесь еще в процессе. Как же меня калашматит во время шифта этого перса. Это сильно, на самом деле, мешает. Сначала, типа, у меня такое неприятно, конечно, фиговина, но вроде бы сильно так не напрягает. Это, на самом деле, так-то не очень, не очень кайфово. Реально путаешься. У него еще 2-3 хп. Это очень долго выносить. С другой стороны, так хочется, капец. Есть кристалл. У меня еще одно вторсырье осталось, северя. Давай. Так, где-то здесь еще что-то по-любому тоже было. Вот здесь внизу мы сундук открыли. Здесь у нас ничего не оставалось, да, больше? Здесь вроде бы ничего. Слизи мне не особо интересен. А, вон есть перерабочий. Кстати, перерабочий, погодите-ка, у меня там кристалл вообще-то. Кристалл сейчас мы вот набафаем себе, наберем его. Это будет имбовать. Есть стержнеца, который у меня с критами работает неплохо, в принципе. Зараза, идут ко мне сюда. Давайте черную дуру запустим, короче говоря. Не напрягать сейчас будет просто. Так об этом отняли резко как-то. Блин, и модуль сюда прилетел. Надо его забайсить на атаку, решить сразу, что я буду выкидывать. Выкидывать я буду, наверное... Куда этот предмет все-таки скинем? Новый. Но вторсырье сгодится. Ну, я не знаю, может он на самом деле эффективен? Тут сейчас трудно сказать, так прям наверняка. Наверное, стоит сбросить... Где у меня вторсырье? Вот оно. Грибочки, наверное, стоит скинуть все-таки, потому что они еще неизвестно сколько времени, и у меня будут ничего не делать. Мне нужно найти что-то сильное здесь и сейчас. У нас еще есть ключи все еще, да, которые до сих пор тоже никак не работают. Давайте ключи, короче, тоже все. Никак у меня не получалось сундук найти нужный. Так, все подобрали? Все подобрали, погнали теперь за кристаллом. Сейчас мы подберем кристаллы эти и очень сильно бампнемся. Единственное, что меня волнует, это выживаемость и маневренность. Дамага у нас сейчас будет хватать, в том числе и по толпе. Но у нас нет какой-то блокировки урона там и так далее. С этим есть трудности. Но зато кристалл нам даст сейчас имбу. Очень много урона. Я подумал скинуть еще мясо, но на самом деле мне здоровье пригодится даже хоть немножечко, оно будет все равно полезно весьма. Ай, давайте старее стакать себе вот эти шарики, раз они... Ай, тихо-тихо-тихо-тихо, раз они реально набираются так. Так, надо их использовать по кулдауну, наверное. Камеру у них здесь не сказано времени действия какого-то. Черт узнает. У них наверняка есть лимит, например, 10 штуковин. Что-нибудь такое. Где он там? Он призывает иногда модулей, там на них черный дров, в принципе, работает. Так, и стараемся забраться на него, но при этом не отплатить целую кучу выстрелов, когда он так запускает. Ой-ой-ой. Чтобы он их в меня не поставил четко. Во, теперь как сразу урон пошел, а? Еще бы с кристаллами, с такой пачкой. Когда они все активны, это просто x2 нам там с хреном, возможно, дамага дала. Так, красный предмет выпал. Хорошо, что это такое у нас будет? Это у нас симбиот Скорпион Это, кстати, прикольная штука весьма Это срезает врагам броню За каждую тычку Вплоть до какого-то значения Так, здесь у нас все, да? Тогда стоило, наверное, дрона там купить, да? Я так понимаю Я думал, что здесь еще что-то осталось просто, ну ладно 30 минут, 31 минут Это чуть больше, чем мне хотелось бы Но вроде бы получше, чем было в прошлый раз Да и дамаг у меня гораздо больше Но хочется побольше какой-то выживаемости еще Выживаемость, маневр в виде, там, перышка, например С маневром мне в этом плане, наверное, будет достаточно уже Ну, в идеале перышка плюс перепелка Это, конечно, вообще хорошо Это что-то новенькое, да? Затяжное одиночество Ага, не знаю, что надо делать, но это правильно, в принципе Четырехлистный клейвер Имбище лютейшее Если есть с чем он ему работать У нас сейчас ему работать особо не с чем И прикол в том, что если мы его возьмем Он заберет у нас одно второе сырье и заберет у меня, например Может, банду забрать Сюрикен, патронтаж У меня не так много зеленых предметов И тем более, что они весьма хорошие Я, наверное, не буду это брать Идем в новую локацию Но у меня плохое предчувствие, если честно Хотя Сюрикен очень-очень силен, конечно Он мега перспективен Но если у тебя есть прок предметы именно Сейчас у меня таковых Ну, у меня есть криты И как бы они на них работают в том числе Мог их не задержим Но есть липкие бомбы, да Но здесь сейчас мы можем просто скиснуть в таком случае Если подберем его Поэтому думаю, что не стоит все-таки И стараемся не затягивать с этой локации Здесь инкубатор червей Ой, у нас еще и тут много пустоты Так, не забываем про свою вот эту стойку Потому что в прошлый раз, может быть Было бы все иначе Набери я ее гораздо быстрее Потому что она как-то пригодилась бы Это меня будет бить, нет? Да, ну, нифига себе! Нифига себе оно бьет! Мне ж не показалось, что оно как-то Но оно это моментально сожрало тонну хп просто Так, а как этого черня вытащить из-под земли, кстати? Блин, эти черви пропал Алтарь, кстати Что-то мне кажется, что я... Он еще и в лаве сидит! Блин, а я чувствую, что локация-то жопная будет Красивый, ну капец какой страшный Этот черт мы сейчас хотя бы от его выстрела Должны более-менее как-то доджить Потому что у нас есть скорость бега До этого мы вообще уйти не могли нормально Так, и стараемся в лаву не вставать Потому что лава, она... Я думал, что она постепенно начнет бить тебе, да? А она прям сразу очень больно Не видно, что там за предмет нормально толком К сожалению С игре в настройках еще есть опция вот такая Во-первых, есть масштабированные эффекты Изменяет размер эффектов с репортов В зависимости от расстояния Что помогает обнаружить их издалека Не знаю, как это будет работать Но должно помогать, наверное, как-то Так, это не то Пауза при осмотре Вот, автоматически приостанавливает игру Во время осмотра предмета Действует только в одиночной игре Я не знаю, как это будет действовать Это работает ли на осмотр предмета Который в магазине, например Если работает, то это позволит мне хотя бы Ну, хоть как-то компенсировать Текущий баг того, что не видно предмет Я хотя бы прочитать его смогу Нормально Очень у меня на это локация Честно говоря, в глазах все смыливается Сливается просто Различать трудно объехать Как-то Срепорт Мы идем по-любому не на Митрикса сейчас Идем просто дальше Включаем его Блин, ну прям сразу на телепорт совсем тоже не хочется Вот так делаем Давайте чашу используем Попробуем Пусть качество хорошее Клетка Лизата, которая дает доп.Р-ку Вместо зарядов на активку Заряды на активку были бы интереснее Доп.Р-ка мне не особо как-то интересно Если честно Так, а вот это червь, кстати, да Окей, готов Хорошо Потому что он был бы страшным Взрываем их Отходим Ныкаемся Теперь РК Собираем ее себе Золото немножко подзолотали Так, где-то здесь были эти сундуки, по-моему Рядышком Это элитники, кстати Такая толпа виспов на самом деле Можете снести Потому что у меня бронепластин никаких нет От них защититься Может стоит себе набрать клевер до конца А потом пойти на телепорт С этой толпой разбираться Взорвали одного Все Так, ну поехали Попробуем зачистить А, вот там был сундук, да Может получится успеть достать его Открыл хотя бы один Опа, красный предмет Нектар роста Выжившая Погоди-ка Лучше давайте вот так сделаем Нектар роста Выжившая с 5 и более усилениями Получает значительные бонусы А выжившая это персонаж С 5 и более усилениями То есть с 5 и более бафом Так Давайте посмотрим, что это значит При наличии 5 или более усиления Усиливает Увеличивает все параметры На 20% плюс 20% за штуку То есть желательно, чтобы у тебя была пачка бафов То есть по аналогии как с меткой смерти Но наоборот Не на врага действует, а на меня Ну не дебаф, а баф, соответственно Что в таком духе Ну, наверное, это в Гудране будет стабильно весьма работать Потому что у меня уже 5 бафов наху А, хотя стоп У меня один из бафов это сюрик... А, сюрикены Считаются они или нет? Не знаю Как и, например, кулдаун Войд Банда Ну, в принципе, кулдаун Банда Вроде считается дебапом То есть так тут надо еще Давайте так сделаем Хорошо Блин, у меня такое ощущение Серьезно устойчивое Что как будто бы картинка По-другому выглядит Вот тени у персонажа... У врагов, например Как-то они иначе смотрятся как будто... Я не знаю Вроде бы нет Я могу себе просто сам это внушать Какое бывает вполне, знаете Когда много всего нового, например, да И тебе кажется, что Начинаешь ко всему присматриваться И кто к чему-то привык Обращаешь на это внимание И кажется, что так всегда ли было Задумываешься сразу же Я не уверен Так, сделаем Это нам дает тоже барьеры немножечко Тихо Блин, у меня они шопнуть могут только так На самом деле Своим залпом выстрелов этих С отсутствием бронепластины Я потом вообще никак не спасусь Если по мне попадут хорошо Но при этом перс милишный Он ощущается, знаете, как кто? Я понял, как кто он ощущается Он ощущается, как изобретательница В риск-фрейн-ретернс Вроде дамаг есть Но ультра-хрупкий Ультра-опасно Ты просто вот Умереть можешь только так Вот что мне это напоминает Ощущениям таким Окей Нифига себе подкинули Это коллапс был У меня вроде баф лотоса имеется То есть он меня должен спасти Но я не знаю, спасет ли он меня Если мне хп вдруг снесут целиком То есть если как потенциально шотнут Банка тоже это-то не спасает Банка может и не сработать Если у тебя, например Было 75% хп И тебя добивают окончательно целиком Тут эти дерутся Между собой Я в принципе на самом деле не против Лучше не вмешиваться к ним Где он там? Надо в идеале забайтить босса на Атаку милишную А самому стоять со спины Например где-нибудь Это было бы отлично вообще Так, по-моему Виск меня спальнул сейчас Раз он сменил цель Давайте его добивать В прошлый раз у нас был перспективный Весьма себе забег Кстати говоря Последний или какой-то из них А нет, не последний По-моему первый забег был перспективный Потому что была слезломка Сейчас слезломки у нас К сожалению не будет Так, ладно 4200 золота Для лупа у нас 40 минут будет Честно говоря Чуть больше чем хотелось бы Но продержаться можно Главное чтобы выживали Так, там вводит семечка А, погоди-ка А кто изводит Могов остался Очистите семя А, их так Ой, их так много еще Поэтому даже счетчик не пишется Нет, тогда в баню их Тогда точно чистить не будем Давайте искать просто предметы Какие здесь есть поблизости О, нет, 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 нет Ни хрена себе Попали так попали Сейчас от грибочков помереть Вот такой ситуации Было бы крайне неприятно Стелс кит еще один Так, этого черня вытащить надо Не хочу с ним лутаться Потому что Откуда ни возьмись Потом прилетит Плюха такая очень сильная Предметы не решающие Но приятные Ну, как сказать Приятные Мясо приятно В принципе пускай будет Варбанер не то Что я хочу, конечно Тоже не то Сейчас становится труднее Найти, конечно, знаете Концентрация прямо того Что тебе решает в забеге Она, возможно, что уменьшилась Хотя могли предметы новые Добавиться Какие-то вот такие вот Очень сильные Тут, конечно, надо Надо изучать постепенно Так, еще у тебя чаши Где-то была Да ни хрена себе Эту зону Да вы посмотрите, что он делает Вообще Этот змей Это просто убийство Какое-то Он эти зоны Он их просто не просто Бьет огнем Он оставляет Зону горения Если я правильно понял Врубай просто его нафиг Очень страшный враг Так, вот у нас Вот чаша еще есть Грибочки Грибочки замечательно Хоть я в итоге Свои грибы скинул Но я не жалею Потому что я Вместо них получил Очень крутые и сильные предметы Кристаллики Для нас не очень эффективны Но нужна выживаемость Вблизи А у нас еще сейчас не хватает Она есть Типа тогда Когда я набираю барьер Но пока барьера нет Очень очково Блин, у меня еще трудно Эту локацию утать Потому что я не знаю Где еще Как вообще Ее структуру Это что-то новое, да? Не знаю Может взять Затяжное одиночество Давайте попробуем Так Где оно? Вот, да При повышении уровня Следующий предмет Можно будет получить бесплатно Плюс один бесплатный предмет За штуку Но при этом Все золото превращается в опыт Все, что стоит золото Становится на 100% дороже Что? Затяжное одиночество Бесплатные предметы При повышении уровня Золото превращается в опыт Ох, ни хрена себе Надо бы сейчас лейвелапнуть тогда Чтобы золото на следующем этаже А, хотя хрен с ним Там золота-то не будет у меня Это что такое еще? Нестабильный передатчик А у меня золото нету У меня золото уже сперли Офигеть Хотя у меня вроде бы Левел не апнутый сейчас Обалденно Блин, но Икс-2 стоимость Наверное на В год ранее Где-то на позднем этапе Это не страшно совершенно Потому что там вот и так Лутаешь телепорт Тебе хватает всех денег На все и вся Хотя если у тебя обнуляет Деньги, например Так в процессе Телепорт зачистил Деньги взобрали все И жопа Затем предметы надо следить Вот что я скажу Я так понимаю Что со стаками он Фига себе генерация противная Так, я надеюсь, что я Я надеюсь, что я в портал пошел Такой генерации быть не должно У телепорта Окей, нормально Пронесло Она должна где-то сбоку стоять Тут так и промахнуться можно А, надо за левелом следить Левел это вот Наверное, 17-й Который Сейчас Их цены все Х2 Для меня это Наверное, на этом этапе Будет весьма себе Сильно решать На самом деле Сильно влиять Есть Вот тебе шифты Дополнительные Да, но все еще Я не готов отказываться От зеленых Риндерсовых пачки Так, это что-то новенькое Ребят, новая локация Мы идем туда Золотитан, наверное Сейчас будет гораздо чаще Попадаться, я предполагаю Потому что теперь он является Альтернативным маршрутом Таким условно говоря На концовку Наверное, его будет Встретить гораздо проще Он, наверняка, и в магазине Чаще встречается Может быть, алтарь Золотистана тоже Чаще Чаще теперь может попасть Попасться Есть у нас также еще Алтарь вот этот Который вот новенький Который наверняка Тоже открывает телепорт Локация Разрушенная деревня Как здесь светло Как хорошо Господи Мне сразу нравится Локация С точки зрения того Что у меня Оно не сливается Все Огненное Выглядит типа Вроде бы и красиво Но как будто бы Как будто бы я Айзека Вспоминаю С грибочком Со штаной Шляпкой Как он там назывался Который просто Делает Мега наркоманский Эффект Предмет за мной летает Там у нее Эффект отображается Такой Че-то такое Стреляло Синенькие Выстрелы какие-то были Денег нет Снова Если мы будем Слишком часто А, это он Эффект забрал У меня сейчас Деньги А, стоп А где предмет А че он нам дал Погоди-ка Журнал Следующий предмет Можно будет получить Бесплатно А, стоп Он не предмет Лутает Он позволяет тебе Купить бесплатно Что-то Он тебе дает Валюту Которая слева Снизу Отображается Как баф Там такой Значок был у меня Из-за нее Ты как раз Ты можешь Игуслата получать Я почему-то решил Что нам предмет На халяву Выдается просто Что он доп Предметы дает Не так понял Совсем Окей То есть Это меняет Механику Тебе Восприятие Золота Ты должен за Левелы покупать Предметы Таким образом Как бы Если ты идеально Прокоряешься этим предметом То получается так Что ты Тратишь свое золото До левелапа Блин Это ж невыгодно Все равно У тебя цены Х2 Ты накопил На предмет Потратил золото Левелапнул Купил себе предмет Но я же буду Явно Левелы апать Гораздо реже Чем Покупаю предметы Правильно В итоге Выходит такая ситуация Что у меня Например Предмет стоит Условно говоря Два золота Вместо одного Да Теперь все предметы Там например Шесть предметов У нас там Нет там Три предмета Стоят по два золота Каждый из них Да Мне надо накопить Шесть золота Суммарно получается На них да Раньше надо было Три золота накопить Два раза больше требуется Но я же явно Пока коплю шесть золота Я наберу Не боль Ну типа я меньше Левелов наберу Типа я три золота Гора Типа Хотя бы треть Чтобы мне С левелов шло Это добавляет Себе нагрузку За которой надо следить И при этом Выглядит не особо-то выгодно Потому что Левелапов у тебя Не такое большое количество Ну я считаете Было бы 18 покупок Бесплатных Сейчас за всю игру Если я идеально Этим пользуюсь Да Но при этом Я предметов за игру Купил гораздо-гораздо больше С другой стороны Знаете какое использование Ты можешь так У тебя все предметы Стали x2 дороже Надо покупать дешевые А за левелы Покупать А за левелы Покупать То что стоит Дофига золота Вот такая тема Блин У меня золота Теперь вообще нет Я этот предмет Хочу скинуть Это мусор полный Который руинит Забег мне Честно говоря Сейчас Я не знаю Что мы с ним Будем делать А это альтернативно Получается Первая локация Вообще-то Прикольно Храм такой А у меня чем-то Напоминает Какую-то локацию Из одной из игр По Сонику Что-то такое Там перемещается Вообще Синяя что-то Страшная Может как-то Новая элитка О стоп Вы что шутите Ни хрена себе Погодите Это элитка С огненной Активкой Что-ли Или что Если так Тут какой-то Какая-то жесть Если она в зоне Своё действие Дамажит просто У меня там Счет бежон Бизон протаранил Будет здоров Как сильно Так Давайте Свалим Немножечко Отсюда Так Сделаем Алтарь Кстати Этот есть Но я не думаю Что мне стоит Его прожимать Сейчас Так Тут есть Большие лемуры Кстати Взрываем Нифига себе Сейчас убьют Золото Нет Подожди В чем прикол Где мое Золото Я его Что никого Врагов Не убиваю Что ли Еще раз Описание Предмета При этом Все золото Превращается В опыт Все что стоит Золото Становится На 100% Дороже Ну Это ж не сразу Обращает тебе Все золото В опыт Я так понимаю Что при левелапах Именно Нет Я что Сейчас У меня как бы Левел 18 Все еще Я до сих пор Ни одного Врага не убил Что ли Там Серьезно Ну а нет Стоп Как-то же Я опыт получаю Правильно Значит убиваю Врагов А походу Нет Походу Походу Нет Я понял В чем Смысл Все Оно В принципе Все золото Меняет тебе На опыт Поэтому Ты фармишь Левелы Быстрее Но покупать Ты можешь Только за них У тебя Получается Что предметов У тебя будет В целом Меньше А Зато У тебя Выше Статы Базового Персонажа Нам хана Ребят Мы мертвы Это полная Задница Типа Чем дальше Тем тебе Настолько Надо Невменяемо Больше Опыта Иметь Что все Золото Переворачивая Как его Меняя его На опыт Да я все равно Далеко не уйду Там Когда Сороковой Уровень Например У тебя Где-то Сорок третий Сорок четвертый Там Просто Блин Погодите Ко Этот предмет Получается Так Что он Дает Тебе Больше Покупок Да Плюс Одну За Штуку А на Золото Это Получается Пофигу Нет Все Что Становится Золото Становится 100% Дороже Так Золота У меня Вообще Нет Как Смысл У меня От этого Повышения Цены Нет Если Я все равно Все Покупаю Бесплатно Что Могу Купить За Токены По 10 тысяч Например А эти 40 20 Миллионов Опыта Тебе не дают Вообще Ничего По опыту То есть Это вообще Копейка Четверть уровня В лучшем случае Может быть Где босс Не найти Нормально Пламенка А Стоп У нас Боссом Погодите У нас Боссом Обычный Титан Что Литный Орда Нет Это Кризис Нет Это Это Боссовый Все Таки Но там Нифига Не видно Блин Здесь Что Как Я не знаю Очень Очень Странно Я себя Ощущаю Если честно По-моему Нам хана Сейчас будет Этим забегать Я ничего Смешки не могу Взял Лунарный предмет Блин Я так не люблю Лунарный предмет Честно говоря Их тестишь И убиваешь Себе за век Этим экспериментом Я подозревал Что там будет Что-то хреновое Но чтобы Настолько Было Говнище Полнейшее Этот предмет Типа Он Да даже в начале Я не знаю Ты в начале 19 уровней Я получил За 5 этапов Я бы 19 предметов Купил Если бы в самом начале У меня был предмет В начале Хоть как-то опыт У тебя идет Потом он замедляется Еще Ты хоть больше Левелов умеешь Но не настолько У тебя предмет Вообще не будет Офиг Псюжопище Какая-то Где там босс Не видно Ничего Если вылетаешь В толпу Могут убить Легко Помню Хана На этом телепорте Либо мы вот постепенно Мы как-то закапываемся Такое ощущение у меня Не вижу Как здесь выдержать На самом деле нормально Отлетаем нахрен подальше Так Подождали Пока он там Уберет эту руку У него еще Какой-то усрачки И меня напрягает То, что я банально Его не вижу Здесь Самый как его Элитка невидимая Невидимость делает Сильно напрягает Очень Барьер мы копятся Не могу сказать Что к себе Как-то очень прям быстро Жесть Что тут происходит Застрял Капец У меня один токен У меня один Сраный токен Предмета Блин Какой же Говно Этот предмет Лунарный Я не знаю Ну типа да Я опыта получаю Больше чем обычно Сейчас у меня был бы 19 уровень А не 20 Потому что основной опыт Ты получаешь за лобов А не за конвертацию Золота Может типа Смысл удвоения Золота Хоть ты ничего не можешь За него купить В том что оно не сразу У тебя конвертируется Как-то Да вроде нет Вроде сразу У меня его вообще Не сохраняется Тихо-тихо-тихо-тихо Это огненный Он меня порешает У меня пластин нету Мы если его вынесем Даже То у нас нет шансов Пройти дальше Если честно Как будто бы Если бы у нас Все сундуки Резко превратились В красные От этого токена Был бы хоть какой-то смысл Но даже так На самом деле В год ранее Ты будешь меньше Покупать предметов Чем мог бы Купить себе А у нас тут Обычные сундуки Так-то есть На которые Такие токены Вообще тратить Нельзя как бы Получается Да Понять бы Вот эту элитку Новую Которая С огненной аурой Какой-то Может она просто Ослабляющую ауру Делать или ауру В которой я получаю Больше урона В духе типа Тотема Например Но я ее даже не вижу Из-за того Что здесь совмещение С Целестиновой Это так душно ощущается Я не знаю Прям Какая жесть Возможно Что у меня уже Использовался Сразу же Этот самый Сразу же Использовался Моя арест Алкогилка Не уверен Точно Ох ты блин Вот теперь Наверное Использовался Должна была Или не знаю Я не понимаю Где она А да Использовалась Все ее нету Больше точно Она была Желтеньким Листком Таким Теперь ее нету Там Но новую Не набрать На один раз На этаж Все работает Я так понимаю Какой-то вот этот Висп Может это Что-то мое Было Да вроде Нет Оно Исчезло И все Вроде Не мое Все-таки Так Бизон У нас есть шансы Пройти В принципе Какие-то Небольшие Хотя он сейчас Еще будет Лазером Стрелять Своим Пушки Точнее Целестин Там Малакик Еще Надо постараться Может это Открыть Мне Если мы Найдем Сейчас Куда Скинут На предмет Будет Хорошо Но я Не представляю Куда Типа Чашу Искать Забег Похоронен Из-за Вот Этого Дропа Если бы я Не взял Написали бы В комментах Почему-то Такой Не 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 Нелюбящий Интерес Почему-то Такой Не Настолько Неужели Неинтересно Посмотреть Новый Предмет Не Любопытно Посмотрел Я даже Не знаю Типа Когда Мне Надо Было Добрать В любой Ситуации Брать Ошибка Как будто И убрать Не хочется Так Иглокол Хотя бы Какой-то Предмет Нам Хоть Что-то Надо Подбирать Открываем Вот это Добро Там Укулеле Было Но я Его Не смог Определить Потому что Не было Подсветки Нормальной Не сразу Понял Что Это Оно Здесь Какая-то Какие-то Ворота А Сюда Не пройти Погоди А Там Просто Кристалл Локация В принципе Это Она Удобная С точки Звещения Того Что Здесь По крайней Мере Более-менее Все Видно Оно Все На виду Она Не Не Выедающие Глаза Я бы Сказал Для Первой Локации Вполне Будет Тоже Комфортно Лутаться Мне кажется Здесь Так Клетка Лизата Не Нужна Там Големов Конечно До Усрачки Просто Хотя Бывают Предметы Есть Водят Предметы Я На Халяву Открываю То Хорошо Все Остальное Нам Нечего Делать Я Не Знаю Нам Нужна Будет Чаша Не Чаша Как Его Будет Офиговина Может Токен Не Переносится Тожа На Этаж Я Не Знаю Но Мы Все Лутаем Настолько Мало Всего Я Оно Спорное Все Равно Оно Просто Все Конвертирует В опыт И у тебя Левелов Не Остается Абсолютно Та Посмотреть Чуть Такая Сферка Летает Вокруг Ладно Погнали Дальше Я так понимаю Что житоны Должны Сохраниться Но Вообще Реализации Топринета Не вижу На Каком Быто Этапе Не Подобрал Ты Даже Если Ты Получаешь Хоть В Десять Раз Больше Опыта Оно Все Руни Окупит Того Что На Предмет Тебе Не Будет Хватать Даже Так Даже Здесь Опыте Но За Титана Можно Пойти Можно Пойти Куда Что Это Новая Локация Нет После За Титана Можно Пойти На Нового Босса Потому Что Мы На Таймере Чем Дальше Мы Идем Тем Больше Шансов Что Мы Не Дойдем Что Мы Сдохнем По Дороге Может Стоит Реально Пойти На Титана Тогда Жетоны Сбрасывается И сбрасывается Еще Господи Да Вы Троллите Погоди А В чем Смысл Этого Предмета Не Стакать Его Плюс 100% Золото Требует Предметов Дороже За За Стак Так У меня Золота Нет Вообще Я их Не могу За золото Купить Физически В чем Прикол Это Просто Мы Больше Будем Жетонов Получать Если Больше Жетонов Будешь Получать Это Имеет Смысл Какой Но В будущем На Поздних Этапах Ты Даже Один Левел За Этаж Можешь Не Получить А Предметы В чем Тебе Надо Долтать 10-20 Например Блин Я не знаю Вообще Мне Прямо Этот Предмет Очень Жалко Потому что Я бы В этом Забеге Пошел Дальше Но У нас Буквально Нет Никаких Шансов Только Если Мы Найдем Бутон Который Не Бутон Чаша Это Которая Хорош 18-й Левел Стал 22-й Ну 5 Предметов Да А так Залутал 10 А дальше Будет Еще Хуже Дальше Будет Предметов На этажах Гораздо Больше Там Была Все Первая Локация На ней Меньше Всего А Ждон Еще И Сбросились Чего Я Вообще Не Ожидал Ай Ладно Нормально Стоп Стоп А как Это Открыть Стоп Стоп А как Мне Алтари Прожимать Вы же не хотите сказать Что мне придется На них тоже Левелы качать На каждый Алтарь По левелу Не успел Убить босса Качаю Еще 7 Левелов Да Я здесь Вечность Протусуюсь Тогда 7 Левелов Это Уже Очень Много Не говоря То Что Я бы Сундуки Хотел Открыть Еще В идеале Я в Некотором Замешательстве Сейчас Сейчас Тоже Звучит Как Жопа Если Это Реально Так Золото У меня Нету У меня Не Появляется Ай Зараза Учем Кейс Николса Включили Подбегаем Быстрее Так От Целестинов Нельзя Отхватывать Это Будет Очень Больно Жаль Жаль Нет Кунь Там Бензина Например Да То есть Взрывов От Виспов В таком Духе Что От Толк Позволяет Мне Избавляться Гораздо Быстрее Штабной Черной Дырой Сып Не Будешь Все Таки В этом Пламе Таймер У нас Здесь Не Идет Враги Здесь Сильнее Не Становится Больше С каждым Уровнем Тебе Намного Больше Опыта Требуется Если Там До Какого Этапа У тебя Более Менее Оно Идет Потому что Опыта За Врагом Больше Получаешь Что Потом На Комна Типа Там 40 44 Левел Это Уже Там Практически Останавливается Там Один Левел В этаж Там Управишь Может Два Максимум Но Только Если 10 Таких Стаков Приметов Ты Весьма Себя Отстанешь Честно говоря В год Ранить Тебе Намного Больше Уровней Обычных Не надо Я не знаю Пытаюсь Просто Рассудить Касание Полноценно Сформулировать Знаете Найти Хоть Какое Применение Теоретическое Такое В пользу Ну да Жетоны Уходят На это Капец Нам Очень Важно Злотитана Убить За Один Прокаст Вот Что Я Скажу Я Бо Хотел Предмет Тоже Здесь Пооткрывать Но Это Еще Плюс Четыре Левела Если Так Уж Говорить Это Очень Надолго Давайте Тогда Хотя Бо Наберем Себе Стак Вот Этого Добра Если Получится Снести Боссы Будет Очень Хорошо Того Который У нас Был Новенький Шикарно Я Забыл Прочитать Как У нас Открыт Перса Там Надо Что Было Связано С Так Черный Драм Хорошо Шик Можно чаще Использовать Потому что Патронтаж В толпе Откдшивается Моментально Срабатывает Патронтаж Мы Набираем И шифтов Очень много Получается Можно использовать Как стрёмно Когда Вот здесь В толпе Из-за Невидимости Ты не видишь Не знаешь Кто-то Находится Вообще Там Есть Очень Даже Неприятные Мобы Черный Дру Там Есть Как минимум Большие Эти Самые Большие Лемурианцы ЛКМ Может Еще Тоже Неплохо Сейчас Уже Скорость Атаки Например Живем Хорошо Так У нас есть Четыре стака Тотемов Пока что Открыто Только два Надо еще Один левел Тогда Можно будет Уже Финал Но В идеале Было бы Набрать Еще Пачку Уровня И повысить Себе ХП Уровень Качает Нам Что Он Качает Нам ХП Качает Нам Урон Качает Нам Регенерацию Может Что-то Еще Я забыл Сколько За каждый Уровень Неизвестно Потому Что Это Типа У других Персонажей Но У этого У нас Непротивная Играет Там Неизвестно Сколько Предположить Можно Какому Команду Например Типа Там 33 ХП За Левел 0-2 Там Регена И Какой-то Урон Дает Урон Базовый Именно Это Весьма Ощутимо На самом Дальше От него Все Перенажаться Начинает То есть Левел Они Достаточно Полезны Что Делает Элитка Она Снова Появилась ХП Насколько Страшно Сможно Непонятно Не знаю Ребят Можешь мне написать Что она делает Потому что Для меня Это спойлером Наверное Не будет Потому что Я вряд ли Это вычислю Сам Ну Только Типа Можно Было Это Заметить Сейчас Но Не знаю То же самое Касаем Вот Желтый Плиток Что Они Именно Делают Про Контент Который Я не Видел Мне Говорить Не надо Про Их Я Прочел Узнать Например Буду благодарен Если кто то пишет Об этом Комментариях Будет неприятно Помереть И так Не понятно Что они делают При этом Особенно Если От их руки Сдохнуть Ну Помимо того Что Понятно Там Статые Дамаг Повышены Что то Еще Какой то Свойство Должно Быть Особое На Вики Наверняка Будет Об этом Написано Но Когда будет Написано Еще Неизвестно Так Тридцатый Лавел Почти Тихо Почти Набрался Типа Смотрите А в чем В чем Смысл Этого Релика Слушайте А реально Смотрите У меня Когда нет Этого Релика Мы же Тоже Все Золото Лишнее Мы в опыт Конвертируем Когда выходим С этажа А здесь Тебя Конвертируют Типа Сразу Если Он Конвертирует Как обычно Один к одному Типа Не один к одному А в том же курсе Что было Тогда То смысл Мне с этой Конвертации Сразу Я столько Желаю Лав Получу Что с ним Что без Него Точнее С ним Читов Уже Что у меня Не будет Золото Тратить На предмет На предмет Не будет Зачем Вторая строчка Тоже не понимаю Пока что Золото У меня Буквально Ноль Может Я Золото Сам по себе Типа Золото Х2 Все требует Имеется То что Мы золото Два раза Доже Больше Получаем И таким Образом И опыта Количество Увеличивается Может В этом Смысл Строчки Не знаю Но сформулировано Странно В этом плане Если так Может Я что-то Не догоняю Не хочу Просто Нагонять На DLC Из-за того Что Общее Впечатление Весьма Такое Странное Тогда Много Есть Других Проблем Но Понять Я пока Не могу Наверное Кто Узнали Такие думали Нет Не бери Не думай Не делай Этого Так Один предмет Точно Можем Уже Купить Вот Одна Выгодная Звезда А Стоп Погоди Что Выгодная Звезда Использована Даю дополнительный Предмет При открытии Первого Сунука На уровне Кажда Выгодная Звезда Повышает Радость Получить Раз Несколько Приметов На 5% А Точно Есть У меня Такой Предмет Где-то Получили Его Не знаю Что Мы сюда Получили Трехгранный Кинжал А Трехгранный Кинжал Получили На предмет Я не подобрал Сам еще Окей Полезно Весьма Плюс Один Предмет За этаж Считайте С каждой Вездой Шанс На то Что Получишь Редактор И выше Напоминает Чем Это Сам Тверя Форма Запроса Доставки Но По сути Немножечко Другом Форм Факторе Ну Ты бесплатно Таксируешь Но Стоит Ты получаешь Предмет Ни какой-то Более Не на выбор Да Нет Потому что Редкий Наверное Обычный И легендарный Там Одинаковый Шанс Получить Пус-минус Предположу По крайней мере Не одинаковый В смысле А такие шансы Как обычно На обычный Предмет 89% Шанс На Легендарку 1% На Зеленый 10% А Либо Сказан Там Типа Дополнительный Предмет Может Он Зависит От Сундука Может Он Не как От Обычного Стерица Может От Большого Сундука Или От Легендарных Будет Сильнее Тогда Есть Смысл Открывать Первым Сундуком Что-то Максимально Дорогое Если Оно Засчитывает Себе Как будто Ты Такой Сундук Еще Один Открыл Но Не знаю Как Наверняка Как будто Актуальность Немножечко Теряется Что-то Получать Хотя бы Два Примета На Одна Стакать Их Совсем Много Срабатывает Только Лишь На Первой Попытку 5% Не Очень Серьезно Я могу Здесь Набрать Теоретические Уровни И сколько Влезет Вообще Больше Приметов Мы Не Получим Где Там Был Еще Годи Мы Здесь Два Открыли А Вот Здесь Третий Будет Один Там Остается Как раз У нас Получается Что Четыре На Маяке Остается Левел Но Если Мы Не добьем Злотитана Будет Очень Плохо Мы Должны Добить На самом Дели Главное От него Далеко Не Отходить Не Думаю Что Нужны Трудности Какие Не Знаю Есть Смысл Цветок Настакивать Себе Еще Только Чтобы Брать Себе Барьер Например Ахеля Делать Тычку Одну Может Так Но Стоять На месте Останавливаться В толпе Врагов Совсем Не Хочется Райз Дамага То есть Мне Р Не Особо Как Набрал В итоге Семь Этих Самых Лепестков В принципе Про Р Я По Большему Счету Забываю Сейчас Честно Какое Впечатление Тихо Тихо Барьер То Набрать Тяжело Большое Количество Так Давайте Дыру Короче Все Тут Слишком Много Врагов Осталось Есть Смачно Сагиды Мы Сейчас Будут Альбонера Гораздо Больше Бутина У меня Ну тут Понятное Дело Оберхил Засчитывать Себе Так Так Где Еще Ни Там Один Так Предпоследний И Один Остается Где Один Остается Вон Там Так Желательно Собрать Постараться Около Затитана Всех Врагов Потом Еще Черной Дрой Вот Так Все И поехали Гасить Стараться Набирать Барьер Жить И не Отходить От него Что Он Использовал Луч Отходим От Лит Тоже Здесь Лизные Литки Еще В том Числе Взрываются А Затитана Мы порвали Кстати Говоря Вообще Вщер Разнесли Вопрос В том Что В прошлый Раз Злотитан Вставал Не на Мою Сторону Я Не знаю Надо Ли Набрать Там Ачивка Говорилась Принести Семь Безмятежности То есть Пройти Ту Локацию Именно Семь Безмятежности Значит Надо Было Для Открытия Нового Перса Можно И Без Семьки Тебе Будет Проще Но Перс Не Анлокнется Вот Она В чем Суть Окей Алтари Вот Эти Вот Которые Здесь Встречаются Мне писали Что Они Дают Нам А Где А Где Я Погоди А я Что В следующую Локацию Пошел Блин Телепорт Рядышком Совсем Мне Казалось Что Я Нажал В Этот Самый Я Чуть Думал Что Я Походу Не Туда Нажал Да Охренеть Мне Нужно Так Резон Теперь Снова Чтобы Он Затан Надеется Мне В Обычных Локациях Ловить Нечего Совсем Нечего Пипец Блин Как Я Так Не Сликнул По Привычке Что Ль Я Заболтался Просто Нажал Не Туда Мне Надо Было На Финальную Ити Ловишь За Ногу Так Давайте Значит Что Делаем Я Не Знаю Где Сел Тритон Они Должны Быть Ну Типа Если Я Быстро Локацию Буду Следовать Я Рано Или Поздно Должен Хотя Один Найти Знать Побыстрее О Блин Что Это Что То Что То Крутило Блин Ну Тут Весь Забег На самом деле Запоролся Буквально Тупо Из-за Вот Этого Релика Мы Сейчас С каждым Этажом Становились Бо Сильнее Мы Протаскивали Игру И дальше Но Эта Лунарка Мне Просто Всю Малину Изгадило И От нее Не Избавиться Еще Если бы Избавились Сейчас Хотя бы Я Прошел бы Дальше Возможно Где Алтари Могут Быть Наверху Могут Где Нибудь Но Тут Трудно Сказать Это Получается На Сместо Второй Локации Альтернативная Получилось Сколько Всего Локации Добавили Интересно Их Явно Гораздо Больше Чем Было В Предыдущем DLC Ну Сколько Тут Я Не знаю Что Такое Добавить А Окей А у У меня Нет Инъекции Зараза У меня Нет Инъекций Здесь Надо Повара Чтобы Восстановить Суде По всему Надо Три Ингредиента Собрать Те Которые Там Указаны Возможно Они Всегда Одинаков Они Рандомные Но Из Пула Еды Всякой Судя По всему Обязательно Именно Блин Инъекцию Сейчас Могли Были Повара Открыть Было Замечательно Теперь По крайней Мере Мы знаем Где Он Находится Что Как Он 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 Локается Вообще Где Алтарь У нас Токенов Нет Мы У нас Просто Ноль Золота Нет Нет Печалька Какая Это Просто Вроде бы Прикольная Идея У Релика В плане Изменить Такой Вот Некий Подход Но Как-то Убил Забег Мне Просто Даже Ни наш Чем Заняться Ходишь По локации Бесцельно Как будто Буда Попробуй Найди Алтарь Бочку Открываем Да У нас С нее Ничего Не трогать О Стоп 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 Здесь Зеленая Метка Здесь Зеленая Метка Судя по всему Не откроется Сейчас Финальная Локация Там Зеленый Шарик Покуп Летает Так 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 Надо Постараться Продержаться Тогда Хотя Я не уверен Что получится Честно Я еще Не набрался Вини на стак Вот эту штуковину К сожалению Надо было Наверное Подготовить Так Уходим От этой толпы Там Стреляющийся Галем Может Меня Начать Лазером И спирять Еще Пытаться Ух ты Блин Мне Вынесли Занцитана Уже Оно Хотя Логично Здесь Врагов Дамага Дофигища Тут Еще Какой То Вот этот Есть Что-то Он Делает Не знаю Что Помощь Субьют Окей Вроде Заныкался Ну И Там Прям Несколько Еще К тому же Так Сейчас Будет Лазер Офигеть Нифига Себе Эти Плюются Еще Очень Напряженно Я Не знаю Кстати Горят Прыжок А Нет Показалось Показалось Что Второй Прыжок Есть Приблимись К лазеру Он Так А У Этого Какая Это Своя Лазерная Пушка Судя По Всему Еще Отбегаем Голубо Очень Хорошо Либо Босса Вынести Либо Телепорт Зачистить Зону Так Понял Что Приходится Лететь Дальше С невидимостью Еще Это Очень Страшно Эрку Именно Стакать Нормально Эрки Еще Два Этих Самых Хотя Была Подстраховка Какая Просто С ней Очень Прикол Хотя Я Понимал Что Меня Резнет Разок Ну Или Хильнет Хотя Была Была Такая Склянка Условная Летаем Окей Остался Один Стак Еще Сейчас Пока Подбегаем Потихонечку Зарядим Как раз Так Я думаю Так Только Не тут Желательно За препятствием Прятаться Вот тогда Можно спокойно Потыкать Эти кнопочки Все И поехали На босса Нет Не поехали На босса Уходим Лазер Как поехали Так и Отъехали Так Ну все Остается Только лишь А ну Ну и Это сам Как его Само С телепорта Предмет Дается Кубительный Шип Так Я сейчас Хочу прочитать Его предмет Описание При получении Урона Среди 25% Накладывает На ближайших Врагов 2 Плюс 1 За штуку Эффекта Кровотечения Если враги Уже находятся Под действием Одного Или более Суммирующихся Негативных Эффектов Доволяют К ним Еще По одному Заряду Под действием Одного И более Суммирующихся Негативных Эффектов Доволяют К ним Заряды То есть Погодите Если у них Есть Негативный Эффект То он В принципе Все Стак Что ли Там И с Симбиотом Скорпион И всех Остальных Интересненько Особенно Интересненько Звучит С Настойка Адского Пламени Само Собой С Билдом На Шипы В том Числе На Проволоку Там Прям Билд Просто Небо Сочетание Которое Разрывает Жопы Скорее Так У нас Есть Один Жетон Вот Буквально Мы Один Предмет С этажа Лутаем За Вот Это Все Добро Врагов Кучу Врагов Которые Мы Снесли У нас Конечно Высокий Уровень Сейчас Можно Сказать Да Но Не Настолько Чтобы Так Решать Давайте Хотя Зеленый Может Поищем Тогда Что Посильнее На Атакующий Можно Двойной Предмет Получаем Да Спас На Второй От От Звезды Хронический Рост И Бан Рунальда Это Хорошо Так У нас Там Есть Телепорт Не Промазать Идем На Него Все Я Нажмякал Фух Со Злотитаном Конечно Это был Большой Фейл Все У Нас Сто Или Я Туда Нажал Погоди Сейчас Ты Я Точно Правильно Нажал Свети Души Свети 60% Оно Отобрало У меня ХП Кусок Я Не знал Что оно Будет Делать Просто Решил Нажмякнуть Оно У меня Отключило Антиманшот Защиту Я так Понимаю Да Что Оно Сделало Интересно Вообще Мне Полезного Оно Дало Стак Какого Предмета Какого Эффект Точнее Конструкция Кси Золото О Блин У меня Меньше Максимально ХП Стало В принципе Жопа Самое Неприятное Зато Перс Умереть Во время Своей Формы Мне кажется Будет Во время Ирки Использования И такое При этом Вполне Вполне Вероятно Так Сейчас Сзади Наверное Конструкция Токси Ударит Ударит Меня Попытается Лазером Ничем Бить Запутался Походу Что мы Когда идем На этот Алтарь Нас закидывают На одну Из новых Локаций Та 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 Которая Соответствует Текущему Этапу Возможно Что я Попал В прошлый Раз Четко На нужную Потому Что я Где-то Был В конце На Приденном Этапе Находился Не знаю Я думаю Что Титан Нас Гарантированно Закидывает К Альтернативному Новому Боссу Финальному А походу Что он Работает Как-то Иначе Раз Меня Вот сейчас Снова Закидывает Именно Не к нему Либо это Разные Какие Алтари Я не знаю Хоть Телепорт Точнее Порталы Но я их Не особо Разлучил Как плохо Когда у тебя Нет даже Помощника Какого-нибудь Типа Титана Да Когда он Мертвый Зараза Хана Нет Живой Как-то Держимся Где Можно Прожать Эту Штуку Да Ух Нифига Продамаживает Что-то Сильно Очень Ой Сейчас Ель Капец Как Этот Забег Просто Живет Я чувствую Что Недолго Это Будет Продолжаться Телепорт Заряжен Если Что Кстати Да Но С Конструкцией Икси Как Разобраться Надо Всех Ворон Объединить Постараться Как-то Еще Так Дамаг Выдаем В идеале Держаться Рядышком Еще Потому что У нас Кристаллы Работают А кристаллов Много Кристаллы Ощутимо Повышают Нам Дамаг Часть Часть ХП Спирили Конструкции Они Обе Золотые Или Одна Из них Обычная Одна Из них Обычная Должна Быть Да Вот Это Вообще Не Босс Надо Может С С Ни Сначала Разобраться Чтобы Не Напрягало В принципе Так И вот этих Тоже Снести Кто-то Попукивают Мне Там Остается Один Заряд Мне Один Заряд Для Эрки Давайте Сейчас Прожимаем Как Раз Наверх Поднимаемся И Застреливаем Под бафом Как Ростки От Своего Рога Может Быть Золотая Дает Например Больше Золота Но При этом Отнимает Золото У тебя Своими Атаками Что Ни В Таком Духе По крайней На Что Еще Можно Предположить Какое Взаимодействие Враг Может Иметь Золотом Вряд ли Будет Дамаж Тебе Сильнее От Наличия Твоего Золота Например Почти Готов Отлично Так Снова У нас У нас есть Божественный Телепорт Кстати говоря Мы идем Допустим Вот снова Вот в этот Как он Называется Еще раз Зеленый Портал Окей Мы не Открыли Ни одного Сундука На этом этаже Но Че поделаешь Это Причем Новый Локация Который Во Главный Меридиан Может быть Есть шанс Попасть На него И мы Должны Типа Путешествовать По новым Локациям Чтобы попасть Сюда Рано или поздно Вот эти алтари Дают нам Барьер Да Подожди А это Наш Золотитан Или Он не наш А нет Это не Золотитан Фу ты Это обычный Каменный Титан Золотой Ловушка Паука Кто Кто знает Он поймет О чем речь Кто не знает У него Номи Давно Давно Была такая Был такой фейл Один Который Стрик По моему Большой Слил Из-за того Что Нормался Он в самом Начале Игры На Элитного Маленького Паука А нет Подожди На маленького Паука Который Был Элиткой Большой Что-то Такое И там В итоге Маленький Паук Он выглядел Как обычный Паук По размерам Из-за того Что у него Двойной Как бы Такой Эффект Был Что-то Такое Я Разы Что Можно Опыт Здесь Набрать Да Кстати Опыт Дают Таймер Не идет Но нам Страшно Здесь Находиться Если честно Эгида Есть Блин Я думаю Насчет Эгиды Если честно Она дает Нам За хил Вовер Дает Барьер Мы Барьером Может быть Наберем Начнем Набирать Гораздо Больше Если У нас Останется Сержнеца С критами Криты Останут Точно Что Мы можем Потерять Из Не особо страшно Это Потерпим Главное Чтобы Банды Не забрали И не забрали У нас Серб Давайте Попробуем Ребят Это может Сильно Повысить На выживаемость Но только За оверхил Опять же Не забываем Забрала Оба Рога Забрала Гиллиутину Что-то там Еще В принципе Не так Страшно Более-менее Терпимо За рога Немножечко Обидно Потому что Все-таки Я их Использовал Это у нас Кристаллы За Это Стоп Он Два Красных Предмета Требует На Нет Погоди-ка Один А у меня Вопросики Пока Нет Стоп А что Пишется Предметы Два Написано Здесь Предметы Один Слева Пишется Предметы Два Здесь Предметы Десять Пишет Почему От Не То Сколько У Меня И Ни Сколько Мы Можем Получить Предметы Три Здесь Предметы Шесть Пишет Почему-то он в два раза больше показывает, хотя вроде бы забирает одинаково. Здесь я отдал, например, пять предметов, а не десять. Странно, какой-то при пинге, короче говоря, баг какой-то у нас отображение идет, судя по всему. Ну, не знаю. Может, я что-то не понимаю, может, наделит не баг, нифига. Я, кстати, забыл про вот эту штуку. Давайте наберем ее, может быть, сначала. Габ! Здесь потемнело, так страшно. Ну, вроде ничего не происходит такого. У нас какое-то кристальное копье снизу отображается еще. Не знаю, что это. Посмотреть на бафы свои нельзя, к сожалению. Нормально понять, что они означают. Красивый молнии, такой фон здесь, конечно, безумный, просто такая. Корона у него огромная, голем просто тут размером. Я не знаю, с ним надо будет сражаться или нет, или надо будет только с теми маленькими сражаться. Ну, посмотрим. Я набрал, короче говоря, да. Ну, поехали. Эти-то алтари попал. Половина ХП мне дали там барьера, между прочим, аж очень много. Если они здесь также будут давать, то это, в принципе, очень неплохое такое штука для повышения своих шансов. Ух, нифига! Че у меня попало по мне? Пол ХП улетела сразу. Вообще не понял. И, кстати говоря, у меня вернули ХП, которое мы потеряли из-за того, что на прошлой локации забрали у нас с алтаря. Это нам возвратили. Это радует. Блин, нифига долбит! Че-то я не вижу, как мы его выносим сейчас. Эти штуки хотя бы мне дают выживаемость. Нифига улетает. Трудно разобрать его так, как-то. Как рядом с ним вдоль здесь нормально? Не знаю. Так, а если чернодору использовать... Ага, он чернодорой, как и Митрикс, на него это, в принципе, действует. Анаева... Да капец! Р-ку убери! Я плохо понимаю момент, когда у меня просто выталкивает отнимать свою тонну здоровья. Разбираю это так плохо. Что-то телепорт был опять. Какой-то есть атака с рывком, судя по всему. Ложный сын. Я, по-моему, убью гораздо меднее, чем было в прошлый раз. У меня такое ощущение. Где-то там был начал забега, но тут, правда, типа, вроде бы, типа, потенциально могу быть год раном, если бы мы продолжили дальше, если бы у нас не было лунарного предмета. Но на деле мы достаточно слабенькие для этого этапа, потому что у нас просто нет предметов за несколько этажей. У нас левел выше, чем обычно. Но одним левелом, судя по-моему, не будешь, он не так решает. Он, конечно, сильно помогает, но... Он не дает этого автовина. Так дает кучу предметов просто. Надо, наверное, постоянно эти алтари прожимать, потому что иначе у тебя здоровье закончится. Он просто... Вы посмотрите, сколько он, господи, гасит. У меня же левел-то высокий, у меня здоровье больше, чем обычно перс на этом этапе. А он отнимает такие куски. И пока у меня нет ваншот защиты, антиваншот, да? Ты трогать его вообще не хочешь, потому что у меня шотнет. Что это такое? Почему он бьет, как спицы у Дмитрикса? При том, что он бьет так, что от этого хрена вернешься вообще. Как его адекватно бить? Типа... Не, я понимаю, как его снести, потому что любой забег год раном проходится, ты его, блин, даже не почувствуешь. Но как с ним вот структурируемо на сражаться? Что это такое? Как я мог физически вернуться от атаки, которая тупо вот... Я ее даже не вижу, но просто у меня отнимается хп. Ну, я вижу, что он меня ударил, да? В момент удара. Я не знаю, но вот эта фигня, единственное применение, которое я могу сказать, это если тебе надоело играть, ты берешь это и умираешь, наверное, побыстрее. Ну, как там, например. Тебе не надо лутаться на предметах на этаже? Золото превращается в опыт за левел, ты получаешь токен. Спасибо, что хотя бы токен получаешь. В чем прикол? Не знаю. Бесплатные предметы при повышении уровня. Золото превращается в опыт. Я думал, что при левелапе оно превращается в опыт. Думаю, что куда не шло еще, хотя все еще говно. Что ты хотя бы как-то предметы можешь покупать, но они в два раза дороже, и тебе надо вот часть предметов просто теперь будет покупать за опыт. Наиболее дешево покупать самостоятельно, наиболее дорогие покупать за токены. На деле у тебя только токены остаются, и ты, блин... Мы с момента, как подобрали предмет, левел-левелов апнули на один этаж, блин. Ну, на полтора этажа, ладно. На два, может, максимум. Ну, не, на два нет уже. Зуцвета не сколько времени провел, и там очень много опыта налутал. Типа, можно взять предмет тогда, когда идешь на самый финал, когда у тебя уже предметов не остается, ты хотя бы золото, которое ты получаешь на этом тапе, ты хотя бы с него левелы получишь. Потому что в обычном условии у тебя золото конвертирует только при выходе с этажа. Если оно конвертируется реально по такому же курсу, как при выходе с этажа, то это вообще ересь. Может быть, как-то повыгоднее, потому что, по-моему, левела все-таки было побольше, чем в должном этом тапе, гораздо больше. Но все равно выглядит, как полный мусор. И я не вижу смысла его не стакать. То есть, типа, от стака повышается стоимость за золото. А в чем смысл, если у нас предметы золота мы не можем купить вообще никак? Что-то я не понимаю совершенно. Обидно весьма. Не дошли мы. Не прошли мы дальше, к сожалению, но запорол просто тупо этот предмет. Можем сейчас мы сыграть за какого-то другого персонажа? Не знаю, хотелось бы новеньких открыть этих. Приготовьте ВОК в переделанном алтаре. Но это надо новую локацию посещать как раз, которая мне в самом конце попалась, но не было нужных предметов. Это в идеале тебе сделать год ран, в котором у тебя будут гарантированы все предметы еды, которые могут нам попасться, как я понимаю. Очистить сердце ложного сына с помощью семьи безмятежности. Вот как раз таки это нам всеми туда и надо принести, чтобы получилась такая тема. То есть тебе по-любому надо вынести из-за титана, чтобы открыть этого перса и пройти ту локацию. Но для этого желательно сделать год ран, либо в обычном забеге, ну типа, нам могло бы получить так, что в прошлый раз прошли бы его. Но вот сейчас это было вообще какая-то задница. Не знаю. Странно, как этот бой выглядит, если честно. Мне пустотник-то, честно говоря, совершенно не заходит, но вот этот бой... Типа, не знаю, у меня пока скоб спорных ощущений, пока не буду делать преждевременные выводы какие-то. Может, я сыграл бы за какого-то другого персонажа? Вроде идея у этого перса может быть и неплохая, но я не знаю. Как будто бы все еще ощущается реально как изобретательница в риск фрейнеретернс. Слишком крупка за такую контактность. Ну типа, ты в толпу. У тебя есть оглушение, но это все. У тебя есть какое-то восстановление барьерное. Его не хватает, чтобы в толпе прямо вот так вот контактно бегать, играть. То есть, типа, она практически настолько же контактная, как Мерс. Типа, ну не настолько, да, понятно. Но тоже она контактнее, чем многие другие персонажи. Она требует близко находиться. Но такой выживаемости люто не имеется все-таки. по ощущениям. Не знаю. Надо привыкать. Еще надо посмотреть, как другие персонажи будут ощущаться еще, да, потому что у нас здесь сложность возраста, как я понял, еще и там прочие аспекты есть. За кого-то еще, наверное, сыграем в следующий раз. И постараемся уже точно открыть новых персонажей. Прямо такие, ребята, у меня планы. Но сегодняшний забег, блин, вот не знаю, хорошо так начиналось, все очень даже было перспективно, но я недоволен результатом, который просто всю малину изгадил вот этот вот абсолютно мусорный предмет. Ну, по крайней мере, один предмет только был лунарный новый, и больше у нас такого вот спорного говна, какого-то, от которого еще не избавиться толком, у нас больше не будет. Но брать я его точно больше не хочу. Такая ересь, такой мусор. Хотя бы увидели его, не буду я каждый раз о нем задумываться, типа, может быть, сейчас взять. Ну, такая жесть. Просто вот, реально, как его надо позиционировать, чтобы всерьез его брать. Ну, типа, не знаю, в лунарных предметах есть много реально убивающих забеггири около того. Очень опасных. Но я даже не знаю, на плечне каменного потока, который понижает скорость движения очень сильно, и это прям критично важная штука. Сейчас бы, ну, было бы неприятно, но не разрешал бы настолько. Да это можно хоть как-то компенсировать. Хотя, случайно, предмет взять, то это прям может заруинить ее сильно. Я не знаю, что могло бы быть хуже для нас. Но чистота нет. Хотя бы, у нас не было бы проков, да, но у нас их так было не очень много. Можно играть все равно от бандов, от гарантированных проков. Еще кулдауны хотя бы срежет. Корпсблум? Да нет, тоже меня бы не уничтожил полностью. Трансцендентность была бы очень плоха для меня, наверное, сейчас. Может, у меня было много лечения, весьма. Не знаю. Серьезно, просто самая самоубийственная ересь. Просто грохать за век. Ну, так вот, ребят, с вами побегали. По крайней мере, мы не увидели каких-то неуязвимых боссов, но вот этот босс как-то очень странно ощущался с точки зрения боя, потому что просто плюхи из ниоткуда и выносят все хп. Просто бегаешь, лечишься. Пониматься, как будто бы он странно так выглядит, не знаю, не понимаешь, когда он атакует нормально. Где-то он бывает замахнется так, и нет плавности атак, как будто бы он так, типа, прерывисто бьет, что ли, не знаю. Может, мне показалось, опять же. Ну, постараемся в следующий раз тогда уже точно, чтобы получилось пройти эту локацию. Будет видно, ребят, не опускаем лапки из-за этого. Само собой, я все спокойно так или иначе пройду. Я думаю, что большинство тоже там, типа, можно как пройти с первого забега и все вперед ногами, так может тебе и не попереть, например. Вроде такое тоже имеет место быть. Так или иначе все получится. Вот если, ребята, класс, вам понравилось. Было интересно смотреть, надеюсь, что это было так. Увидели много всего, в принципе, новенького. Лунарный предмет увидели. Я, ребят, потрогал, я пострадал за вас. В полной мере расплатился за любопытство. Но не ожидал, что настолько будет все-таки. В общем-то, ребят, подписывайтесь на канал всем за что. Буду рад. Остретить, тратить за видео тоже буду безумно благодарен. Огромное спасибо всем, кто подписывается на другие мои, в том числе, всякие платформы, на Boosty. Особенно. Большая благодарность. А так, там есть Discord, Telegram, Zen, Routube, VK. Подписывайтесь, ребят, на что удовлетворяет вашим интересам. Всем желаю, ребят, хорошего настроения, такого же дня. Всем удачи, до новых встреч. Всех кусь-кусь, ребят, и всем пока. Пока.